Всем привет-привет, мои любимые, дорогие ребятки-котятки! На этот раз тётя-кошечка пытается нарисовать потенциал действия, то ли пикообразный, то ли обобщенный, с отрицательной, с положительной следовой поляризацией. Но с чего надо начинать? Это всегда показать, что за оси, то и какой системе координат рисуется вот этот потенциал действия. Полезной информации я от кошечки не услышал. Прежде всего надо было объяснить, что потенциал действия – это изменение мембранного потенциала, трансмембранного потенциала во времени. Итак, в системе координат, вообще-то желательно и стрелочки было показать, но горизонтальная ось – это время, обычно в миллисекундах, вот в этом случае указывается. А ось-ординат или Y-ось – это мембранный потенциал, трансмембранный потенциал, обычно в милливольтах. Но вот заметили разницу? Минус 70, я более, скажем так, популярную цифру назову – минус 90. Но вот в этом большой разницы нет. Что роднит эти рисунки? Это, видите, здесь показан, вот я провел три линии, это уровень потенциала покоя, это максимальная деполяризация, уровень максимальной деполяризации потенциала действия, а это критический уровень деполяризации, ну, который окошечка обозначила критическая точка деполяризации. Ну, точнее, куд обычно обозначает критический уровень деполяризации. И вот тогда уже показав, что это за оси, можно нарисовать потенциал действия. Я нарисовал потенциал действия, якобы характерный для нервного волокна. Напомню, мембранопотенциал или трансмембранопотенциал это разница между зарядом внутри клетки и снаружи. То есть активный электрод располагается внутри клетки, пассивный снаружи. Если в какой-то момент времени относительно Земли внутри клетки образовался потенциал минус 80 мВ, а снаружи плюс 5 мВ, тогда у нас трансмембранопотенциал будет сколько? Минус 80, минус 5 мВ, минус 85. И вот это может соответствовать или вот этой точке, или вот этой точке на графике потенциала действия.